Да, всем привет. Ну, собственно, вот этот вопрос, кстати, он вполне может даже по моей тематике. Вот, ну, продолжаем, так скажем, карабкаться на Эльбрус, даже, наверное, не благодаря вопреки, в некотором смысле. И почему это так, я сейчас немножечко расскажу. Ой, блин, я сейчас немножечко расскажу. Вот, ну, как это все любят рисовать красивые слайдики, что вот у нас есть платформа Эльбрус, там это технологии, все дела, короче. Мы прям такой российский процессор сделали, делаем, правда, на Тайване, вернее, уже теперь не делаем, по понятным причинам. Вот, что у нас там есть контролируемая архитектура, что у нас там нету вендерлока, никакой Microsoft нам ничего не сделает. Вот, но, как бы, всем понятно, что, во-первых, это, ну, мягко говоря, очень непопулярная архитектура, то есть она сейчас становится потихонечку популярной, но она все равно, скажем так, даже с рискфайвом не сравнить. Вот, компилятор, который, так скажем, наследие наше, про что я сейчас тоже поговорю с этими результатами. Вот, и ресурсов, мягко говоря, на это дело нет. Вот, надо писать ПО, да, естественно, что никто с нуля сейчас писать ничего не собирается, ну, и правильно делает, в общем-то говоря, зачем делать то, что уже сделано. Вот, и поэтому мы ипортируем свободное ПО. Как бы. Вот, проблема в том, что у нас принято, так скажем, если ты крутая фирмочка, которая, типа, имеет, которая может открывать там с ноги дверь в министерство, то ты можешь спокойно использовать нелицензионный линукс, да, такое бывает. Ну, как бы нарушение лицензии, ну, понятное дело, мы взяли, допустим, ядро, допилили до него чего-то, распространяем кому-нибудь и распространяем это под NDA. Типа, как бы, как бы ГПЛ, да, и NDA. ГПЛ прям запрещает NDA. Вот. Ну, собственно, как с этим бороться, возникает вопрос. И у меня, ну, я последние шесть дед пытаюсь с этим бороться, и ответ на этот вопрос простой. Вот. Как говорится, собственно, ну, в общем, как говорил дедушка Ленин, мы пойдем другим путем. Вот. Собственно, каким путем мы пойдем. Вот недавно был, ну, как недавно, пару лет назад, был скандал с NDA, что, типа, вот там какой-то, я не помню сейчас, что, назовем это условный рамблер, может быть, это был не рамблер, но назовем это условный рамблер, когда он сказал такой, типа, а вот ты работал у нас, поэтому давай, давай нам все это самое, закрывай все обратно, как бы это проворачиваешь назад, и, в общем, теперь NDA будет наш. Ну, там забурлило все так, что в итоге этот условный рамблер все откатил назад и забил на это дело. Вот. И суть в чем, что если у нас нет четкого служебного задания, по которому прописано, что вот это будет тайная коммерческая или государственная, что вот этот, короче, там, типа, мы четко закрываем исходники, то как бы никто не мешает это пушить в AppStream. Вот. Собственно, я не вижу вообще причин, по которым это плохо, ну, кроме стандартной, как уже было сказано, для МЦСТ и Neom и прочих подобных организаций причины, как бы чего не вышло. Вот. Я считаю, что причину как бы чего не вышло надо игнорировать, потому что, ну, в смысле, иначе тогда как бы, в общем, да, ничего и не выйдет, да, собственно говоря, никакого развития не будет, и мы остановимся на текущей, как бы, ситуации. Вот. Вот, например, вот делается у нас дистрибутив Elbrus Linux, да, внезапно это не про Alt Linux, да, а Elbrus Linux. Вот. Ну, как обычно это все делается. Берутся исходники такие, вот, давайте поортируем там, я не знаю, какой-нибудь что там, OpenSSL, допустим, да, делаются к нему патчи, которые там, типа, его там делают, чтобы оно компилировалось на Elbrus, чтобы оно быстро работало на Elbrus. Вот. Потом я такой хожу по всем и говорю, типа, так, окей, типа, давайте, типа, открываем, они да-да-да, мы откроем, конечно, да, вот все окей, вот сейчас вот откроем, вот завтра, ну, в смысле не завтра, там, через месяц, через два месяца, через год, через… Вот. Шесть лет я хожу, результат очевиден. Вот. Естественно, возникают проблемы с портированием новых версий, потому что патчи нужно заново все делать, вот, это все, ну, то есть, тормозит развитие дистрибутива и так далее, вот. Люди потом такие, типа, о, у вас есть OpenSSL на Elbrus, да, там, типа, качают новую, давайте-ка обновим версию, качают новую версию с гитхаба, собирают, у них все ломается. Сорянчик, мы так, ну, не мы, а наш этот, как, не наш, МЦСТ-шный, да, МЦСТ-шный саппорт, такой тип, говорит, ваше пожелание будет учтено в следующих релизах дистрибутива, ну, как бы понятно, это примерно как Google отвечает на ответ на вопросы в свой саппорт. Вот. Я, ну, как обычно все рассказывают на конференциях, типа, вот мы сделали, вот мы добились, вот, я, поскольку у меня он 11 минут, да, я не буду говорить про мы, да, про всех мыс, я просто скажу, что конкретно вот я здесь сделал, да, вот. Вот, то есть я обычно делаю как? Я, если нужно что-то портировать, я беру, там, клоню с гитхаба репу, там, что-то патчу, вот, делаю веточку и делаю полреквест. Вот, и часто это действительно принимают, и часто это работает. Вот, то есть, например, там народ немножечко удивился, когда он увидел, что семейк-то раньше не собирался, а теперь собирается, и более того, там, 100% проходящих тестов, вау, вот. Приходится, конечно, иногда, собственно, со своими патчами следить в вебстриме, да, но, как бы, это неизбежное зло, развивается-то быстро, поэтому, вот. Собственно, что я сделал, да, вот семейк, про который я говорил, вот, я там, ну, короче, там, большая долгая система патчей, я делал несколько полреквестов, вот, продолжаю делать до сих пор, мы развернули, как бы, на иномовской инфраструктуре систему тестирования для этого, то есть, у них там есть cdash, вот, оно каждый день там берет, тестит и отправляет результаты. Потом, если там что-то не проходит, мне вот этот вот мейнтейнер пишет, такой, типа, о, что-то там, наверное, брусь сломался, граник. Вот, вот, сейчас как раз у нас недавно сломалось, и что-то, я не знаю, то ли мы аппаратную ошибку нашли, потому что у нас ломается на одной машине, а на остальных все окей. То ли непонятно, что. Вот, ну, мизун тоже самое, в принципе, мы сделали, вот. Вот, то есть, сейчас вот эти системы сборки, они нормально работают, и там, и там. Вот. Научное повод, да, типа, Эльбрус считается такой, типа, вот мы тут, это самая наука, высокопроизводительное там вычисление, все такое. Ну, что тут первое приходит в голову? Ну, конечно, Boeing, да, это… Я много пробовал в нативном режиме компилить разные приложения для Boeing, вот, в основном это там только было в Einstein at Home и Milky Way at Home, там, ну, нормальные исходники, которые хотя бы компилится. Почему-то ученые тоже не очень любят не то, что свободное, а просто вообще открытое ПО. Ну, какие-то любят, и вот с ними что-то получилось. Правда, полрекрест они все равно почему-то не смотрят, ну, сорянчик. Ну, зато как бы нативный вот поиск гравитационных волн, моделирование пульсаров, там это самая симуляция млечного пути, она, в принципе, работает у нас на Эльбрусе. Вот. Правда, работает, как ни странно, медленнее, чем транслируемая, но я про это все вот написал вот по вот этой лдрчик, по ссылочке вот этой, которая там сверху вот написана. Вот. Дальше. Ну, что, вот люди портируют игрухи, я тоже как бы портирую игрухи. Я как такой фанат Toho Project. Первым делом, что я сделал, я, конечно, взял RTC, наш бинарный транслятор уровня приложения, запустил под ним Toho с пятью FPS-ами. Я даже прошел Double Dealing Character, чего обычно у меня не получается. Вот. Потом я такой думал, ну надо же найти типа что-то свободное, да, нашел. Toho Project. Вот. Я долго его адаптировал для Эльбруса, там, начиная с работы с флоутами и заканчивая, в общем-то, тем, что вот мы с майнтрейнером вынесли в отдельную библиотеку, липкойши, да, это работа с крутинами. То есть там есть… На Эльбрусе просто стандартный метод это через longjumps и джамп, он не работает по причине того, что там несколько стеков и совсем другая архитектура вот этих вот передач управлений между контекстом. Там есть в контексте E2K, который почти как U-контекст, но немножко другой, вот, и поэтому вот мы его запилили в липкойши и теперь, собственно, то есть и вот с этим работает. Вот. Еще параллельнее там добиливал музыку, ну, потому что без музыки не музыка просто. Кто знает, тот знает. Вот. Собственно, поэтому там я немножко покопался с sdl-миксером и добавил там тестики разные. Все, естественно, есть у меня на GitHub, все есть на GitHub основного проекта, вот, собственно, ссылочки тут все есть. Вот. Еще как игрухи. Естественно, что нельзя сказать, что у нас есть какая-то электроника, если на ней нельзя запустить Doom. На Эльбрусе можно. Вот, собственно говоря, как обычный Doom, вот, как я потом еще парочку модов, это, собственно, Toho Doom, ну, да, я прям фанат Toho. Вот, Toho Doom и Rary Doom уже поймал про French with Magic, да. Вот. Соответственно, мне для этого пришлось написать. Как бы все на винде делают свои моды, вот, а я такой, типа, что бы на Linux, а там нет даже какой-то тулзы, который просто распаковывает, запаковывает ватфайлы, который… Есть. Слейт для винды. Подожди, слейт я видел только для винды. Коллеги, давайте посмотрим. Ну, ладно, ладно, я заценю, я заценю. Но когда я смотрел, не был. Ну, то есть я как раз вот думал, как, ну, в общем, вот. Поэтому я, в общем-то, накастелил свой велосипед ваттулз, вот, который, собственно, берет ACC, компилит скрипты, это все потом пакует ватфайл, и получается у нас, собственно, ватник, который можно подсовывать думу и гамать. Вот. Собственно, что еще? У меня есть знакомый, который фанат Паскаля на FPC, пише, что-то он написал Heroes of Equestria, вот. А поскольку для того, чтобы скомпилить FPC, нужен FPC, вот, я скомпилить, ну, в смысле, я сумел запустить Heroes of Equestria только на, ну, через транслятор. Вот, конечно, можно взять LLVM на backend для FPC, скомпилить с ним FPC для Эльбруса потом, ну, короче, это сложно, я пока не пробовал. Когда-нибудь, может, если найду время, попробую, но кто знает. Вот. Ну, я его сконвинсил немножечко написать на чем-то другом, кроме Паскаля. Ну, как сконвинсил, то есть он сам написал, но я до этого ему в трейде не писал долго, что, типа, вот, блин, как так вот писать на Паскале 2023. Вернее, тогда еще был не 2023, в общем. Вот. В общем, он написал там это Tricks and Diamonds, Princess Luna, Gains Cakes, вот. И поскольку это на C++ и на Дотнете, на Эльбрусе это практически с коробки запустилось. Вот. Не пишите на Паскале. Вот. Потом, как бы, ну, всех приличных архитектур. Есть k-exec, можно запускать ядро из ядра, вот. А у нас еще есть Lintel, бинарный транслятор, уровни системы, через которые можно запускать, например, винду или линуксы для x86, x86-64, или еще что-нибудь для x86, x86-64. Поэтому вот я, ну, то есть, сделал такую пускалочку, которая фактически, поскольку k-exec в ядре для ядвака работает совсем по-другому, нежели в ядре для x86 и x86-64, поэтому пришлось писать свою пускалочку. То есть ядерщики сделали со стороны ядра системный вызов, вот, я сделал, собственно, вот эту пускалочку. Нам куча всяких фич, ну, в общем, есть они. Вот, естественно, это все свободное, но это в данном случае это лицензия Meet. Я всегда, когда что-то пишу, я до последнего стараюсь взять свободную лицензию. Вот, дальше у нас был проект с BMT, с управлением системой. Вот, я написал, собственно, фанаты TohProject тоже поймут, кто поймет, тот поймет. Вот, в общем, написал прошивку для Open, ну, то есть Fork OpenBMC, Rayman называется, вот, и, в общем-то, мне даже пришлось письменное разрешение брать у наших начальников, что, типа, вот, разрешается выпустить под свободной лицензией. Вот, ну, в общем, разрешили. Тоже работает, вот, я к ней по максимуму все повыносил в отдельные, как бы тоже свободные софтинки, вот, ну, и вот оно сейчас тоже работает, если у кого-то будет Elbrus с встроенным BMC или с модулем BMC, там, скорее всего, будет вот эта прошивочка. Вот, как сказал Михаил, есть вот эта вот песочница, как он сказал, вот, то есть эта песочница работает под управлением тоже еще одной софтинки, немоно, вот, там есть сайтик, вот, ссылочка, QR-код на экране, вот, и Telegram-бот, соответственно, на ней мы вот развернули, собственно, там вот сейчас есть четыре сервера, если кто хочет, может, собственно, заходить на этот сайтик и писать запрос. В общем, я как приеду сегодня домой, посмотрю, может быть, если кто напишет, заправлю запросы. Вот, еще парочка, ну, троечка утилиток, да, там для бэкапа, для, там, сдержения за тем, что сервера ничего не упало, все работает, вот, для коммутаторов компортов, вот у нас Elbrus по компорту дебажится, вот это, то есть стоит там серверная стойка, в ней там десятка Elbrus, с них хвосты все торчат, коммутатор компортов, вот, и как с ним работать. Ну, вот я написал фактически этот мук, с которым запущена куча мини-комов, и между которыми там мы переключаемся, и что это все логируется. Вот, ну, куча всего другого, есть вот там SYNC только лучше, Truncate только лучше, ck-sum только в виде библиотеки, там, штука, которая перекатывает репы из GitHub на GitLab или обратно, или еще чего-нибудь, чтобы, если где-то забанят, не забанили совсем, вот, ну, вот, еще куча всего прочего, вот, тут это, вот, если на предыдущем слайде были конкретно мои проекты, да, которые фактически я по большей части дописывал, и, то есть они остались чисто моими, да, здесь в основном это мои, как бы, contribution в другие проекты, вот там, ну, что я буду говорить, оно все вот как бы есть, да, вот, как бы, вот такие, как бы, вещи. Вот, у меня доклад не только по разработке партии, да, но еще и тестирование, вот. Мы пытались, собственно, сделать у нас на предприятии адекватную систему, как бы, тестирования, но, в общем, когда 90%, ну, не 90%, но половина народа это студенты, которые вот, типа, пришли, типа, а что у нас тут программируют, да, вот, приходится, в общем, объяснять им, что когда ты пушишь что-то в мастера, у тебя из 17 тестов 10 не проходит, то это плохо, причем то, что вообще-то тесты как бы должны быть, это им тоже приходится объяснять, вот, ну, пытаемся эту ситуацию исправить, надеюсь, что исправим. Вот, собственно, как бы, вот, из того, что я рассказал, можно сказать, что, что жить можно, да, сложно, но можно, как бы, есть энное количество перечисленных проблем вот здесь, да, то есть можно, в принципе, все доделать, главное, если люди не начинают пытаться быть слишком либо ретроградами и тащить с собой всякий конфиг GES и конфиг SUB от древних автотулзов, вот, которые любят брать и такие, показывать, какие они гуру ассемблеры и лепить ассемблер туда, куда не нужно, вот, которые любят записать в себя, что они прямо сейчас C++ там не то, что там 20 или 23, а вообще какой-нибудь там, не знаю, 69, 420, да, вот, а потом, типа, почему это вот, типа, на EDG, ну, в смысле, это бэкэнд для нашего компилятора, в отличие от, например, там, LLVM или GCC-шного бэкэнда, да, вот, почему-то на EDG это все не собирается, вот, тоже, вот. Собственно, как бы, как бы жить можно, как я сказал, и давайте, собственно, жить вместе, давайте контрибьютить в апстримы, давайте это работать вместе и, в общем, поднимать экосистему Эльбруса и не только Эльбруса, ну, потому что, типа, потому что, блин, это хорошо, вот. Собственно, заходите на сайтик, запрашивайте доступ, заходите в конфочку, разговаривайте об этом, вот, в общем, welcome, вот, спасибо. Спасибо. А, кстати, сразу вопрос, пользуясь слушаемым. Когда там нормальная математика заработает, в смысле, будет собран Python, NumPy, SciPy, ну, и библиотеки OpenBlast, которые под этим лежат? Уже собраны. И все работает, и OpenCV? OpenCV, вот я конкретно не тестил, но я так помню, что пакеты какие-то мы туда, ну, в смысле, как мы, МЦС-тешн, туда запихли. Ну, то есть, я говорю про Усельбрус, вот, собственно, Михаил может, наверное, сказать про Альп. Спасибо. Значит, смотри, у меня сложилось впечатление, я вот хочу, чтобы ты поделился и сказал, так это или не так, что, вообще говоря, портирование на Эльбрус, это, в общем, не портирование на Эльбрус, мне так кажется, это портирование на ЛЦЦ. То есть, большая часть того, что вы делаете, это задача, связанная с тем, что, ну, вот, как бы надо, чтобы на нем оно все-таки завелось. И это вот в этом основная задача. И, особенно, ставок, если не делать, да, как ты написал, то у меня тут же возникает вопрос, там даже, как бы, к нему есть такое пояснение. Насколько я знаю, систему команд, свою аппаратную, МЦС-тешн, считает своей интеллектуальной собственностью, открывать ее не собирается. В результате они вынуждают пользоваться только своими бинарными решениями по отношению к кодогенераторам. В результате, ну, как бы, Эльбрус — это сейчас, как бы, то, на что нужно портировать в формате выданного набора бинарей или каких-то, ну, решений от, как бы, вендора. И теперь вопрос самый такой. У тебя вначале было сказано, что вендерлока нет. Так это супер-вендерлок. Супер-вендерлок. Ключевой. Вот. Собственно, это, на самом деле, три вопроса я насчитал. Да, как бы, в основном, если мы не говорим про какие-то аппаратно-зависимые вещи, действительно, по большей части портирование под Эльбрус, портирование под LCC, портирование под операционку, которая там работает, ну, как бы, ну, я не буду, так скажем, вот, я скажу честно, да, то есть все операционки, которые, все версии, все, так скажем, билды Linux, которые есть под Эльбрус, они необычные немножечко. То есть, скажем, взять добианчика, посадить за, как бы, что Эльбрус-Linux, что Alt-Linux, что, как бы, Astro, в конце концов, вот, они немножечко сойдут с ума. Ну, не то, что сойдут с ума, но будут, как бы, удивлены. Вот. И поэтому, в общем-то, да, то есть, если не говорить про аппаратно-зависимые вещи, портирование под Эльбрус, это, прежде всего, портирование под LCC и портирование под операционку, которая все делала, под дистрибутив будет делаться. Вот. Про vendor-лог, вот это то, что я говорил, да, я специально это говорил вот в такой вот, как бы, в кавычечках, да, Потому что, то есть, ну, считается, что, типа, вот у нас, типа, vendor-лог как бы нет, но потому что это все принадлежит России, вот, а кто такая Россия, собственно, типа, вот, если я, не знаю, у меня есть российский паспорт, почему у меня нет документации по LCC на столе, да, вот. То есть это вот, вот в этом как бы тоже как раз и суть. Вот. И поэтому вот к этому про это и было вот это никак, да, вот. Типичный шикояшный никак, который можно сказать про 90% вещей, которые у нас происходят. Соловьев Олег, базальт из ПО. У меня такой вопрос. Я услышал про коммитет в обстримы, и, собственно, два вопроса. Один вытекает из другого. Первый. Обстримы где физически находятся? Физически имеется в виду, географически или имеется в виду, вот. А чьи юрисдикции они находятся? Я стараюсь не задумываться над юрисдикцией вот того, где хостится, допустим, свободное ПО, да, потому что все говорят, а вот это GitHub, это типа Microsoft, это типа вот США, это типа вот нас прямо сейчас отключат, и, короче, вообще там гроб-гроб кладбище, там все вообще. Вот. Но как бы ничто не мешает взять перекатать репу на GitLab какой-нибудь, взять поднять свой инстант с GitLab и перекатать. Ну, про смерть мерзкого я понял, то есть нет гарантии, что обстримы российские, из этого неизбежно вытекает второй вопрос. Я услышал призыв коммитить в обстримы, а тут в августе нашумел закон, запрещающий деятельность этих самых некоммерческих, иностранных некоммерческих организаций, и возник вопрос, а не попадет ли коммитить в какую-нибудь опалу из этих коммитов? Я тоже читал эту статейку, но там в конце концов вроде как выяснили, что это не считается помощью иностранным организациям, потому что эта организация не оформлена как некоммерческая организация с иностранным участием в России. Даже если мы что-то не будем с релепеткомитить? То есть понятное дело, что люди в погонах могут в любую ночь приехать, забрать тебя, сказать, что ты вообще тут этот самый изменник и все. Коллеги, можно я прокомментирую? Просто тему подробно разбирали по инициативе софтверных ассоциаций в Минцифре и в Минюсте. Значит, ситуация такая, что законопроект действительно на редкость, не сказать кривой, тупой, потому что решая совершенно конкретные политические задачи, просто запретили научно-техническое сотрудничество. Вопрос не айтишный. Вот. Значит, дальше, что касается коммитов в Абстрим. Тут явно не попадает. Почему? Потому что запрещено не сотрудничать, запрещена деятельность, не имеющих представительства в России некоммерческих организаций и участие в этой деятельности на территории России. То есть, если я в какую-то организацию что-то отправил, это не является деятельностью этой организации на территории России. Хотя там есть другие варианты взаимодействия, там вопросы есть. Значит, сейчас был запрос сделан в Минцифру. Минцифры с Минюстом сделали рабочую группу. Ассоциация адвокатов Москвы подготовила материалы. И, видимо, будут готовить сейчас поправки в этот закон, потому что разъяснениями Минюсты сейчас, к сожалению, обойтись нельзя, потому что Конституционный суд не так давно дал разъяснение, что Минюст не может трактовать законы. Все. Доклад закончен. Все, понятно. Спасибо. Можно, да? Я бы хотел задать вопрос немножко в другую сторону. Вы предлагаете ресурс, на котором можно доступ, так сказать, поучить к машинкам на Эльбрусе. Предлагаете, насколько я помню, руководство по разработке для тех, кто хочет в это дело вкатиться. И вот полгода назад я как раз-таки наткнулся на ваш ресурс. Я запросил доступ, я его получил к двум машинкам на 8С и 16С, на 8С и 16С. Там нет, 16С, там 8С и 82. По-моему, на 16 тоже был? Ну ладно, я могу ошибаться. Это не у меня, наверное, 16. Так вот. И тут я открываю, значит, руководство. Я как бы всю жизнь плавал между Java и Xiaomi. Так вот вышло у меня. Я открываю руководство. Я думаю, сейчас мы начнем это руководство читать и пойдем от простого к сложному. И во втором пункте я вижу ассемблер. Равно как просто, с самого низа. Да. И как-то, знаете, честно, у меня такой вопрос, чисто обывательский. А может это руководство какому-нибудь квалифицированному педагогу дать? Ну, потому что это очень пугает, когда те вещи, которые действительно тебя интересуют, то есть как сишный код и прочее организовывать, они находятся в районе пятой и дальше глав. А во второй главе ты видишь листинги ассемблера, которые приводят тебя в ужас. И вот… Да. Это специально, понимаешь? Это тест на хардкор. Ты его не прошел. Если ты не можешь портировать свою собственную игру, любимую на новую архитектуру, не дожить, закрой. Я так и понял, что это просто тест для отсеивающих, пугающихся людей. То есть трусы не программируют на лебрусах. Ну, как бы… Что-то в этом роде. Если бы я писал эту книгу, я бы ее написал бы, наверное, совсем по-другому, но, к сожалению, не я писал эту книгу. Вот такие вот дела. Да, собственно говоря, присоединяйтесь, пишите, собственно, пока кто-то не сделает, никто не сделает, в общем-то, можно сказать. Как бы одно из, ну, я так скажу, золотых правил сообщества свободного ПО, да, типа если тебе что-то нужно, но никто этого не сделал, то сделай сам. В том числе, как бы для документации вот это тоже справедливо, я думаю. Ну что ж, аплодисменты, я не вижу больше вопросов. Трусы не программируют на лебрусах. Отлично. Отличный девиз. Спасибо.